Тулмазерский завод был построен во второй половине 18-го столетия. Сырье для выплавки чугуна «Гематит» добывали неподалеку от деревни Калатсельга. Производство славилось самым современным на тот момент оборудованием. Завод работал недолго, вскоре он разорился из-за слишком высокой себестоимости продукции. Сейчас территория является памятником горно-промышленного наследия Карелии. Большинство штолен в окрестностях затоплены. Для осмотра доступен только рудник Рогосельга. Однако посещать его самостоятельно не стоит. Деревянные конструкции внутри сильно обветшали. Приходить сюда можно только с опытным гидом. Студентам третьего курса Ленинградского университета имени Пушкина повезло побывать в подземелье вместе со спелеологом Антоном Юшко. Уже у входа в штольню ощущается бодрящий холод. Температура внутри не превышает четырех градусов Цельсия. Подземный мир кроет в себе массу открытий. В местах выработок можно встретить рельсы, по которым руду перевозили на тележках, увидеть лед на поверхности подземного озера. Все участники похода получили красивые фотографии на памяти. Конечно же, масса впечатлений. Мне понравилось. Мне понравилось то, что, во-первых, прохладно, то, что нет комаров. И, в принципе, такой, я не знаю, как это назвать, подземный рельеф. Интересно было идти, разглядывать все эти породы горные, угорные подземные. Я вообще первый раз в подобной пещере. Стоишь, наслаждаешься этим холодом, этой необычностью. И восхищение просто, конечно, невероятное. Спелеологи используют этот рудник как тренировочную площадку для проведения топосъемки. Благодаря их работе уже составлена почти полная карта одного из горизонтов рудника. Но на ней пока еще есть белые пятна. В следующий раз мы приедем сюда соединять эти две штольни. Ну, да, они соединены, конечно, были единым комплексом. Но пока, пока это зона непроходима. Видимо, придется откачивать воду, либо разбирать завал. В общем, впереди интересная работа. Специалисты предлагают разработать в Рагосельге безопасный подземный маршрут. Пример успешного преображения мест горных выработок в туристический объект в Карелии уже есть. Открытию подземной части горного парка Рускеала предшествовали 7 лет глубоких исследований. Что будет со штольнями клад сельги, пока открытый вопрос. Сегодня мы находимся на развилке. То есть, либо запрещать и закрывать этот объект как опасный, либо все-таки разрабатывать регламент и заниматься его спасением. Я все-таки за второй путь. Судьба рудника в руках исследователей и потенциальных инвесторов. Ученые надеются и на поддержку местной администрации. Говорят, если не заниматься поддержанием рудника, он рано или поздно деградирует. А кроме интереснейшего подземного маршрута, на территории можно продумать наземные экотропы. Виктория Швецова, Станислав Шведов, Служба новостей, Пряжинский район.